Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии снег. В отдельных районах сильный снег. Также отмечается туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 мороза. Местами минус 6, минус 11. Днем минус 1, минус 6 градусов. На дорогах гололедится. Черкесский снег. Ночью и утром туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 со знаком минус. Днем 1-3 ниже нуля. На дорогах гололедится. Какая работа в этом году проводилась в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина? Какие традиционные и новые конкурсы были проведены? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит заместитель директора Республиканской детской библиотеки имени Сергея Никулина Ольга Коргинова. Доброе утро всем. Доброе утро, Ольга. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я поздравляю вас с Новым годом, конечно же. И год был нелегкий. Но, несмотря на это, вы работали. Детская библиотека смогла ли работу свою с читателями наладить онлайн, в интернете? Как вот эта работа велась? Да. Вообще наша библиотека всегда была представлена в сети интернет. Ну, не всегда, когда появились эти сети. У нас есть свой сайт. Мы представлены ВКонтакте, в Инстаграм. И, понятно, когда пришел период самоизоляции, мы очень активизировали эту работу. И у нас не было другой возможности работать с читателями. Ну, да, надо сказать, что это стало нашим спасением. Такие акции, которые мы проводили, это в онлайн-формате «Читаем Пушкина вместе», «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», когда дети читали свои стихи, стихи классиков. Ну, показали, что это востребованная тоже форма у детей. Большой резонанс, хороший отклик вызвал челлендж «Читаем классиков вместе», русские рифмы. То есть те дети, которые есть в сети интернет и следят, подписаны на наши страницы, следят за нашим сайтом, они продолжали общение с библиотекой. И мы хотели бы, чтобы еще больше подписчиков было, чтобы дети следили за тем качественным контентом, который мы стараемся представлять. 2020 год, всем известно, что это год Великой Победы. А вот детская библиотека, республиканская имени Сергея Петровича Никулина, она всегда проводила громадную работу в этом направлении. В этом направлении, в этом году получилось что-то провести такое, конкурсы какие-то? Ну, конкурсы... Да, читатель года, наш традиционный конкурс был посвящен 70-летию Победы. Дети готовили творческие работы, литературные, именно по этой теме. Но, кроме этого, мы провели акцию «Бессмертный полк». Нам присылали фотографии, могли прислать любой желающий фотографию своего родственника. И у нас на страницах было размещено более тысячи фотографий участников войны. Потом такие акции, как «Возьму себе в пример героя», когда дети рассказывали о том, на кого они хотели бы быть похожи. «Стихи о войне», «Стихи как память о войне» читали дети. Ну, вот эти все акции, которые проходили... Которые планировались, вы провели? Да, провели. Сменили формат, но провели. Может быть, не такое количество участников, как мы ожидали, удалось охватить. Но все-таки мы проводили работу. В общем, работа проводилась целый год. Ну что ж, Ольга, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на карачаевском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра.